Всем нихао, друзья, с вами я, Эдскрабер. Новые режимы MIUI удивляют, и сегодня мы о них поговорим. В одном видео, друзья, я собрал все новиночки в отношении MIUI 11, и сегодня мы о них подробно поговорим, распишем, как вам, друзья, нравится. Все на доске, все по красоте. Итак, начинаем. Пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал со скидками и купонами. Также я репостчу новые видео тоже на этом телеграм-канале. Все ссылочки, друзья, в описании. Первая фишка. В камере MIUI 11 появится новый режим под названием Vlog. Друзья, когда первый раз вообще увидел эту новость, мне прям сразу как бы зашло очень интересно режим Vlog. Сегодня очень многие люди снимают, снимают различные видосики и все такое, но монтировать бывает порой просто нет времени, не хочется заморачиваться и так далее, а хочется, чтобы инстаграм подогревался новыми видосами, хорошего качества, подписчикам, чтобы нравилось и все такое. Ну, соответственно, и с друзьями делиться, если вы хотите, допустим, снять какой-то видосик и очень красиво его замонтировать. Для этого требуется определенное время, а здесь вот такая функция новая. В общем, работает она на основании снятых видеороликов. Эта функция создает автоматические мини-ролики по 10-12 секунд на основе заготовленных шаблонов. Конечно, надеемся, что MIUI расширит список этих шаблонов. Их будет больше и больше, соответственно, у нас будет больше настроек, больше гибкости, то есть выбирать стиль, музыку и все такое, то есть для того, чтобы ролики отражали и наше настроение, наш стиль жизни, ну и многое другое. Сильно мы ждем обновления и мы ждем добавки новых шаблонов, хотя еще старых даже нет, друзья, но вот такие у нас большие запросы. Как эта функция работает? Снимаешь несколько отрезков видео, которые автоматически будут соединены в один ролик с различными переходами, фильтрами и музычкой. Все накладывается одно на другое и в итоге вы получаете очень красивый ролик на выходе. А давайте посмотрим короткий отрезок, как это работает. Когда же появится новая функция? Начиная с еженедельной китайской версии MIUI 11.9.11.14. Когда же появится, друзья, у нас стабильная версия появится, скорее всего, не раньше, чем через полтора-два месяца после китайской версии. Возможно, эта функция будет доступна не всем смартфонам компании Xiaomi. Мое предположение, что флагманы получат точно эту фишку и, скорее всего, самые популярные телефоны вроде Redmi Note. Если ты ждешь эту фишку, то обязательно пиши в комментарии. Нравится ли тебе такое обновление? Нравится ли тебе такая фишка? Понравилось видео? Ставь лайк. И не понравилось? Ставь дизлайк. Подписывайся на этот канал. Репост делай. Друг, если тебе не жалко, репост этого видео. Все это поддержит этот канал. Жми на колокольчик. И тогда ты вовремя будешь узнавать о новых видосах. Всем хорошего настроения. А мы продолжаем. Вторая фишка называется видеотаггинг. Само название уже говорит о том, что в видео будут давляться определенные теги. Но зачем они нужны? В принципе, теги для видео. Функция позволяет вставлять в ролик что-то вроде заметок. Прямо во время записи. Интересная, кстати, функция. Очень-очень. Если вы делаете особенно длинные записи, да, или же записи с определенными комментариями, что и потом иметь какие-то впечатления об этом видео. Впоследствии при воспроизведении ролика можно переходить прямо к ним. То есть к этим записям во время того, как ты смотришь эти ролики. Как конкретно это будет выглядеть, друзья, еще нет информации, даже нет никаких скринов. Возможно, можем предположить, что это будет выглядеть таким образом. То есть будут всплывать определенного рода флажки с теми или иными записями. И можно воспользоваться во время воспроизведения видео. Кстати, функция очень интересная. Третий — это новый лаунчер, который будет очень отличаться от предыдущего. Суть его в том, что новый способ позволяет упорядочить свои приложения в новом формате, не так, как сейчас. На данный момент мы используем iOS-подобный вариант использования значков. Это очень удобно, очень красиво. Конечно, iOS тоже всегда работает над своей оболочкой. Время идет вперед, и нужно что-то новое. Нужно расширение границ и все такое. И Android внедрил новую функцию, что эта функция нам позволяет. Сейчас вы видите обычный iOS-образный лаунчер. И таким образом может выглядеть новый лаунчер в MIUI 11. То есть иконочки внизу собраны те, которые в быстром доступе. И они всегда на рабочем столе, где бы вы ни были. Соответственно, у вас есть всегда к ним доступ. Все остальные иконочки могут формироваться сверху, а внизу, посередине, ближе к низу, в свободное пространство, тоже будут заполняться определенными виджетами. Очень интересный способ, потому что на самом деле у каждого свой стиль. И мы опять говорим, что это стандартная MIUI, то есть не какая-то кастомная, то есть очень много настройок. Это реально классно. А второй момент, это когда заполнена вся страница, или же весь рабочий стол в значках. Такой стиль тоже некоторые предпочитают. Они любят, чтобы сразу были все иконки на первом рабочем столе. То есть сразу же быстрый доступ, по сути, ко всем. Возможно, у человека, в принципе, один рабочий стол, и как бы все иконки ему нужны вот здесь, на этом месте. В общем, возможность кастомизации, это всегда, друзья, радостная для нас новость, потому что хочется как-то под себя все настроить более индивидуально. Все-таки 2020 уже прям вообще наступает, и нужны новые нам обновления. Когда дойдет до нас эта функция? Обновление уже должно доступно быть для Китая. Когда дойдет до нас эта функция? Непонятно, друзья, нет конкретной информации. Но ждем, совсем скоро появится эта фишка. Будет очень интересно. Четвертый момент — это Slow-Fi, то есть замедленная съемка на селфи-камере. Есть предположение, что данная функция замедленной съемки скоро появится на MIUI 11, и снимать она будет в качестве 1280 на 720. Скоро замедленной съемки 120 кадров в секунду. Такая фишка есть на iPhone 11. Они очень много уделяли на презентации этой фишки. Внимание! Также недавно Samsung S10 получили обновление до этой же функции. Поэтому ждем на MIUI 11, когда появится фишка под названием Slow-Fi. Нужна она или нет? Друзья, кстати, пишите в комментариях. Как по мне, эта фишка не очень полезная. Зачем мне делать, в принципе, замедленные съемки? Но, возможно, друзья, я не в тренде. Соответственно, пишите в комментариях, есть ли потребность в этом Slow-Fi. Пятая функция. Мне очень нравится. Я жду прям обновления до этой фишки. Любая картинка на Always On Display. Любая, друзья, любая картинка. MIUI 11 уже дебюртировала с таким размахом, что здесь куча всякой разной анимации, связанной с Always On Display. Так вот, для разработчиков этого показалось мало. И они добавили функцию использовать любое изображение из галереи. Соответственно, вы можете использовать свое изображение. Вы можете с качеством изображения. По сути, абсолютно любое изображение из галереи, которое вы можете использовать. Классно. Классная фишка. Да, кто-то хочет использовать фото своей семьи. Кто-то хочет использовать другие фото. Может быть, какие-то анимашки и так далее. Так вот, предполагается, что сюда можно будет поместить даже эмодзи. Да, вот такая фишка. Нужна она или нет? По мне, эмодзи это такая детская фишка. Ну, как бы, да, друзья. Такое себе интересное. Интересная фишка для MIUI 11. Но то, что любое изображение можно добавлять, реально очень классно. Шестой момент. Это расписание. А функция расписания, она пригодится ученикам, учителям, преподавателям и студентам. MIUI 11 позволит быстро и удобно создавать электронные версии расписания, а также делиться этими версиями расписания. Классная штука. В принципе, есть такой... Седьмая фишка. Это режим тишины. Вначале я подумал, зачем это, в принципе, вообще нужно. Ну, как бы, не очень интересный момент. Но, на самом деле, есть в нем определенная логика и моменты. Особый режим работы смартфона активируется на конкретный промежуток времени. Допустим, 20, 30, 45, 60 или 90 минут. После его включения смартфон практически превращается в кирпич. Пользователь может пользоваться только камерой или совершать экстренный вызов. Зачем это нужно? Смысл режима в том, что смартфон не отвлекает владельца во время учебы, во время медитации, тренировки, ну и некоторых других моментов. Пишите, друзья, нравится ли вам эта функция, нужна ли вам функция тишины. Допустим, на 90 минут вы хотите отключиться, забыться, потеряться и все такое. В принципе, почему бы и нет. Восьмой момент скопи-функция сканера документов и идентификационных карт. Новый режим документа позволит сохранять изображения черно-белыми и даже делать их более читаемыми. Режим ID Copy Mode включает поддержку съемки с двух сторон и создание копии формата A4 с обоими изображениями рядом для более легкой печати. То есть, ну прям вообще наборчик для того, чтобы работать. Если ты деловой человек, то реально очень много может сэкономить времени. Именно вот эта фишка. Ну и последний момент, восьмой, это сохранять фото в формате Hake или Fave. Зачем он нужен? Он отличается лучшим сжатием, чем PNG или JPEG, которым мы постоянно пользуемся. То есть, вы можете снимать больше фоток в хорошем качестве и они у вас будут занимать места меньше на вашем телефоне. Классная фишка. Пони. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok